МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите губернские новости. В студии Павел Рыжиков. Коротко о главных событиях в регионе. Ночная атака беспилотников на Воронеж не прошла бесследно. Силы радиоэлектронной борьбы и дежурные расчеты ПВО вновь спасли столицу Черноземья от большой беды. Два вражеских дрона были сбиты. К счастью, обошлось без раненых. Однако повреждения на земле все же есть. В Левубережном районе пострадало остекление подъездов и квартир в двух многоэтажках, несколько автомобилей, а также два нежилых здания. Плюс опобилось стекла в детсаду. Окна в дошкольном учреждении оперативно заменят, пообещал мэр Вадим Кстенин. Сейчас специалисты районной управы определяют размер ущерба, нанесенного жителям для скорейшего устранения последствий налета. Сегодня в Воронежской области прибыли первые организованные группы женщин, детей и подростков из Белгорода и его окрестности. Это 41 человек, в том числе пара пенсионеров. Их разместили на втором и третьем этажах отдельного корпуса нового центра социализации Хохольский. Это сделали для удобства, чтобы вывезенные из-под обстрелов семьи и живущие в пансионате старики-инвалиды не мешали друг другу. И взрослых, и детей осмотрели врачи, гостям выдали предметы первой необходимости и сразу же покормили. Жить они будут в двух и трех местных комнатах. Сейчас готовятся места для приема белгородских семей в других пансионатах региона, сообщили в Министерстве соцзащиты Воронежской области. Наша группа сейчас работает в Хохольском районе. Первое видео оттуда на ваших экранах. Ну а все подробности расскажем в дневном выпуске губернских новостей. А пока к другим темам. Станет одним из крупнейших в Центральном федеральном округе строительство аэровокзального комплекса Международного аэропорта Воронеж на завершающем этапе. Ведутся пусконаладочные работы. Финальная отделка помещений, сборка мебели, монтируются стеновые панели. Возводить новый терминал начали в декабре 2021. Сейчас его готовность без малого 90%. Сообщил генеральный директор воздушной гавани Роман Фроленко, областному министру промышленности и транспорта Сергею Хлызову. Планируется, что аэропорт имени Петра I будет обслуживать внутренние рейсы. Его пропускная способность составит до 2 миллионов пассажиров в год. По словам Романа Фроленко, после открытия Воронежского неба здесь восстановят основные маршруты до Москвы и Санкт-Петербурга. Также планируют вернуть сезонные и зарубежные рейсы. Напомню, аэропорт Воронежа не принимает и не отправляет самолеты уже больше двух лет с 24 февраля 2022 года в связи с ограничениями полетов в центральных и южных регионах России. Новый терминал нашей воздушной гавани будет выполнен в морской стилистике со сплошным остеклением по периметру. Это отдельно стоящее трехэтажное здание общей площадью почти 13 тысяч квадратных метров. Еще один этаж подземный, там предусмотрены технические помещения. Объем частных инвестиций в проект более 6 миллиардов рублей. Сдать новый терминал в эксплуатацию обещают до конца мая, совместив его торжественное открытие с проведением здесь ежегодного бизнес-форума имени Столя. Основная тематика – это вот тоже корабельная тема. Это много дерева или под дерево всяческие элементы. Это HPL-панели, это керамические плиты, белый цвет, который символизирует облака, синий цвет – это море, небо. И вот эти комбинации, ну и вот серый, да, вот такой нейтральный, который сочетается со всеми этими основными цветами. Мы просто доделываем, качественно, не торопясь. У нас все, практически все материалы, все оборудование, все здесь на объекте. Как только будет позволять погода, будет благоустройство при вокзальной площади. Там будет и асфальт, и травка, и всякие елочки и прочее. Ну и здесь спокойно, качественно все доделано. Это объект уникальный, да, в условиях закрытия воздушного пространства. Мы не останавливали устройку, мы достроили, мы сделали объект за 6,5 миллиарда. Готовность к полетам полная, стопроцентная. Как только нам дают возможность такую, мы начинаем полет. Бывший второй роддом. Сейчас третий корпус больницы электроника. Именно сюда привезли 22-летнюю женщину после неудачных домашних родов. Ее спасли, а вот малыша нет, потому что было просто некому. Когда начались схватки, женщина находилась дома и по какой-то причине решила там и оставаться. Рядом находилась только некая подруга, с которой они познакомились на курсах по подготовке к родам. Та, цитирую, учила правильно дышать и принимать удобные позы для облегчения схваток. В результате малыш появился на свет мертвым, а у матери открылось кровотечение. И только тогда муж вызвал скорую. Местные медработники до сих пор не могут прийти в себя. Говорят, им оставалось лишь стабилизировать состояние пациентки и не допустить еще более плачевных последствий. Самое удивительное, что до последнего женщина вела себя вполне адекватно. Регулярно посещала участкового акушера-гинеколога. Выполняла все рекомендации и назначения. Что случилось потом, врачи просто не понимают. По статистике, ежегодно в Воронежской области на домашние роды решается около 30 женщин. Треть из них сталкивается с серьезными осложнениями. Риск младенческой смертности при таком раскладе очень высок. Все это медики подробно объясняют будущим мамам. В ответ иногда слышат, что в больнице, мол, некомфортно, тревожно и вообще. Естественные роды без использования медикаментов в определенных кругах даже модные. К сожалению, всем этим пользуются недобросовестные, некомпетентные помощники, которые берутся вести роды в домашних условиях. И они замалчивают о самом большом минусе домашних родов. Это то, что невозможно обеспечить безопасность этих родов, потому что отсутствует следящая аппаратура, отсутствуют медикаменты и отсутствует, как правило, квалифицированный медицинский персонал. В родах иногда случаются ситуации, когда нужно очень быстро принимать решения, очень быстро действовать. И успех наших действий складывается из временного фактора в том числе. А находясь дома, женщине невозможно обеспечить такую помощь, быструю и квалифицированную. Поэтому я призываю всех наших пациенток бережно относиться к своей беременности, рожать только в родовспомогательном учреждении в присутствии квалифицированного медперсонала. И помнить о том, что сейчас родовспомогательные учреждения способны привнести в больничную палату и уют, и комфорт, и определенное уединение, и наличие близкого человека. Я говорю в том числе и о партнерских родах. Поэтому я желаю нашим пациенткам успешных родов и счастливого материнства. Сейчас домашние роды в нашей стране не запрещены, но и не легализованы. Такого норматива в законодательстве просто нет. Однако медработникам участвовать в родоразрешении в домашних условиях запрещено. Тогда как частные акушерки, по сути, вне правового поля и не имеют лицензии на врачебную деятельность. Их нигде не обучают, не сертифицируют. И ответственности за здоровье подопечных они не несут. Поэтому, выбирая домашние роды, женщина должна ясно осознавать, что она доверяет свою жизнь и жизнь своего ребенка заведомо неквалифицированным людям. Напоминает региональный Минздрав. На два месяца дольше летнее кафе в столице Черноземья теперь смогут работать с 1 апреля по 31 октября. Такое решение огласили в мэрии Воронежа на заседании Координационного совета по развитию малого и среднего предпринимательства. Кроме того, срок разрешения на установку таких точек общепита увеличен до трех лет. Утверждены единые требования к их внешнему виду. Плюс те веранды, которые ставят в скверах и парках, могут быть застеклены и оставаться там на зиму. Есть, конечно, и ограничения по местам размещения летних кафе. Им нельзя появляться возле остановок, пешеходных переходов, в арках зданий, на клумбах, спортивных и детских площадках и на узких тротуарах. Летом прошлого года мэрия выдала всего 46 разрешений на установку веранту объектов торговли. Теперь же с принятием таких послаблений чиновники рассчитывают, что запрос на этот вид предпринимательской деятельности существенно вырастет. Глава города Вадим Кстенин подчеркнул, чтобы сделать работу бизнеса комфортной и прозрачной, установлены единые правила игры для всех. Еще одна важная тема – совета выделения земельных участков тем инвесторам, которые собираются строить частные социальные учреждения, плюс снижение арендной ставки на них. Мэр Вадим Кстенин напомнил, что по инициативе губернатора Александра Гусева уже принят соответствующий областной закон. Поэтому город готов в любой момент дать зеленый свет таким проектам социальной направленности. Если предприниматель заявил желание построить социальный объект, спортивный, любой направленности, объект здравоохранения, объект дошкольного или школьного образования, и же там частные, естественно, объекты, и там еще много всего и разного, чего там можно, то земля выделяется бесплатно, ставки арендные снижаются, ну, если не в сотни, то в десятки раз. Сейчас есть проблема. Александр Викторович сказал, безумную зеленую дадим, улицу в смысле зеленую, для того, кто изъявит желание сделать в Воронеже легкоатлетическую арену, ну, легкоатлетический манеж. Плюсом к тому, как бы, любое другое спортивное там сооружение. И, безусловно, вот эти все сооружения, про которые мы говорим, да, они же включают в себя еще элементы бизнеса. Это все рассматривается комплексно, это не то, что вот можно себе представить, да, например, там, хоккейная площадка и все. Нет, конечно же, там можно будет внутри кафе делать, ну, в общем, все элементы сопутствующего бизнеса, которые будут помогать вот основному, так сказать, назначению объекта, выходить на нормальную плановую окупаемость и так далее. Место памяти тихого отдыха. Сквер защитников Воронежа приведут в порядок до конца лета. Речь идет о парке в Левубережном районе, рядом с Вагрессовским мостом. Новая плитка и лавочки. Здесь установят малые архитектурные формы и обновят тротуары. Кроме того, отремонтируют мемориал, так называемое «пламя свечи». Это гранитный памятник, который стоит в самом центре. Полностью поменяют основание, облицовку приведут в порядок мемориальную доску. Благоустроят и всю территорию сквера. Посадят новые кустарники и цветы. Сейчас это лишь проходное место. Люди в парке не задерживаются. Как правило, идут от одной остановки к другой. Но после завершения работ это изменится, уверяют в районной управе. Идейное наполнение данной территории будет именно как в части воинского мемориала, памяти героев Великой Отечественной войны, в части каких-то возложений, каких-то, может быть, социальных акций со школьниками, со студентами. В связи с тем, что территория имеет память в воинском значении, мы не планируем здесь обустройство каких-то детских увеселительных площадок, площадки для выгула собак. Это территория памяти, это территория тихая, поэтому люди сюда могут прийти, спокойно посидеть, отдохнуть, почитать книгу. Подрядчика определили. В ближайшее время с ним подпишут контракт, а работы планируют начать уже на этой неделе. Средства выделили из областного и городского бюджетов. Между тем, в 2025 году здесь планируют уже следующий этап благоустройства. Заменят освещение и ограждение, чтобы к юбилею Победы в Великой Отечественной войне сквер защитников Воронежа был в должном состоянии. В Воронеже больше 4,5 тысяч многоквартирных домов, и абсолютное большинство из них во вполне нормальном состоянии, и могут оставаться таковыми еще долгие десятилетия, если их правильно содержать. К сожалению, вопросы к своим управляющим компаниям есть практически у каждого воронежца. Вот, например, жители многоэтажки на бульваре Пионеров страдают от регулярных потопов из-за прохудившейся кровли. О том, от чего зависит погода в доме, и к кому обращаться, если она окончательно испортилась, наш сюжет. Это вот на кухне свежая красота. У нас вот была проводка залита. Ситуация, когда соседи сверху заливают нижних, знакома многим. Но тут другой случай. Эта квартира на бульваре Пионеров-15 находится на последнем этаже. Дальше только необитаемый чердак, но потопы тут происходят с незавидной регулярностью. Как итог, желтые пятна и трещины на потолках и стенах. Причина – ветхая кровля дома. – Последний инцидент у нас с залитием крыши произошел. Ну, с разницей где-то в две недели с промежутком. Первый раз, значит, было залитие. Вот был дождь, ну, в середине февраля где-то. Ну, конечно, неожиданный дождь, но, простите, не настолько неожиданный, чтобы крыша начала ручьем течь. Вот. Позвонили в управляющую компанию. Все свелось к тому, что «а что вы хотите?» Сейчас такое время года, вот зима, перепады, то мороз, то оттепель. Крыши не выдерживают. Вы знаете, сколько заявок у нас. А кровищиков всего два. В принципе, жители могли бы дожидаться ремонта в другом месте. Благо, пересидеть есть где. Но оставлять квартиру без присмотра в такой ситуации попросту нельзя. Поэтому при любых осадках собственники вынуждены день и ночь сидеть на боевом дежурстве в обнимку с тазиками. Ведь потоп способен залить соседей снизу. Тем более, случаи уже бывали. У меня начало литься в ванной и в туалете. В туалете поменьше, в ванной побольше. Тут же позвонил, ну, в это же время примерно позвонил дядя Васю с девятого этажа, где вот сейчас мы находимся. Вот. Объяснил ситуацию, что это не от него, но чтобы я не испугался, чтобы я бежал помогать. Я прибежал с тазом с этими, давай убирать. У меня уже там вроде подзакончилось, ну, когда я там все убрал. Вот. Ну, до сих пор такая же ситуация. И в итоге сейчас каждый день, ну, как я вижу, что звонок дядя Васи, соседа с девятого этажа, я уже боюсь, что это каждый раз, что это потом опять. Через день после нашего визита в нехорошую квартиру к собственникам явился представитель управляющей компании. Подсунул на подпись бумагу с обещанием частично побелить потолки. Жителей такой расклад не устраивает. Говорят, сначала почините крышу, а уж потом разберемся с побелкой. Тем более, что испорченные обои и трещины коммунальщики, судя по содержанию акта обследования, проигнорировали. В случае, если УК не реагирует, необходимо обращаться либо самостоятельно в суд, либо обращаться в ГУЖИЛ-инспекцию для принятия мер понуждения управляющей компании к выполнению своих обязанностей. После обращения в инспекцию с соответствующим заявлением, инспекция проводит контрольно-надзорное мероприятие. Управляющей компании выдается предписание. И за несвоевременную реакцию на обращение граждан, руководство компании привлекается к административной ответственности. Предписание является обязательным к исполнению. Если в установленный срок управляющая компания не устраняет нарушений, то инспекция обращается в суд уже в интересах граждан за неисполнение предписания. И, соответственно, на основании судебного акта данные работы выполняются. Давать комментарии на камеру директор РЭК номер 12 Владимир Дмитриев отказался. Но в телефонном разговоре сообщил, что чинить кровлю в доме управляющая компания планирует, когда потеплеет минимум до плюс пяти, а лучше – до плюс десяти. Вот только оттепель повлечет за собой новые протечки, опасаются жители. Поэтому, дабы обезопасить себя, они готовят обращение в госжилинспекцию. Теперь уже точно. В столицу Черноземья пришла весна. Не только календарная, но и климатическая. Самое яркое доказательство – пробуждение пары косолапых, которые живут в Воронежском зоопарке. На этот раз они проспали почти два месяца, чем очень порадовали сотрудников. Это в природе. Медведи могут сопеть в берлоге до полугода. Но в неволе биоритмы у животных сбиваются. Поэтому для зоологов и месяц отдыха мохнатых подопечных – уже достижение. В ближайшие две недели Маша и Умка будут восстанавливаться. За время спячки самец похудел на 50 килограммов. Самка потеряла поменьше – около 30. На настроение бурых непосед влияет буквально все. Капризничают, как настоящие малыши, и ждут внимания. Вот, например, не успела красавица отойти от сна, как уже позирует в съемочной группе. Просит взять интервью. Демонстрируют и свой новый маникюр. Зоотехники развеивают миф. Зимой медведи лапы вовсе не сосут, а машинально приводят их в порядок. Обгрызают когти зубами, чтобы, проснувшись, не обнаружить грабли вместо конечностей. Сосед же, Умка, в отличие от Маши, предпочитает более спокойный отдых, поэтому издалека рассматривает посетителей. Кормят кмишек пока что легкой пищей – овощами, кашами и фруктами. А вот через пару недель аппетит у косолапых будет по-настоящему зверский. И в рационе появится рыба и мясо. Они, в принципе, достаточно сами легко регулируют. Наша задача предложить, а они уже потом просто-напросто выбирают, кому что. То есть Маша у нас, как истинная лидия, любит с овощей, а Умка у нас любит начать с кашки, а потом уже все остальное. Летом рацион опять в очередной раз поменяется, и мы уже начнем жировать, то есть они будут больше, он увеличится. Они будут уже готовиться постепенно к зиме, несмотря на то, что лето. Воронеж продолжает отмечать десятилетие восстановления Крыма и Севастополя с Россией. В списке праздничных акций – десятки пунктов. Присоединилась к торжествам и филармония. На тематическом концерте побывала наш корреспондент Кристина Штерн. Не случайно концерт начинается именно с севастопольского вальса, неофициального гимна Крыма, в котором есть символическая строка «Мы вернулись домой». Именно этими словами можно описать тот памятный день, когда полуостров воссоединился с Большой Россией. Для нас это большая радость. И для всей страны, для меня лично, потому что в Крыму живут очень много моих друзей, моих коллег, с которыми мы дружим, общаемся уже много-много лет. Каждый март все эти 10 лет историческое воссоединение празднует вся страна. Повсюду проходят концерты и праздничные митинги. Воронежская филармония не осталась в стороне и на сей раз. Для нас всех Крым был, есть и навсегда, наверное, останется очень близким, родным и любимевшим местом. И не только потому, что это красивая, живописная природа, это, можно сказать, музей под открытым небом, это курортное место. Потому что мы все прекрасно понимаем, осознаем, что Крым и Россия неделимы, едины. Одна судьба, один язык, конечно, одна история и одна культура. Много нас, нас, миллионы, на своей земле стоим, Покорим, моря и добрый, все не сгод и победим. Со сцены звучат песни о самом сокровенном, о любви к родной стране. В концерте принимают участие ансамбль «Альянс» Культурного центра регионального главка МВД, а также губернаторский духовой оркестр, мужской хор «Ортодокс», солисты Воронежской филармонии. Артисты делятся. К этому выступлению готовились с особым трепетом. Воссоединение народов, которые друг без друга не мыслят себя, и это очень большая радость, очень большая честь для меня, например, участвовать в этом концерте. У меня там даже родственники есть, которые тоже очень рады, и все время мы с ними созваниваемся, и, конечно, переполняет эмоции, радость именно, что мы снова вместе, в родной гавне. Волна эмоций захлестнула и зрителей, среди которых было немало юнормейцев. Многие подпевали каждому слову. Говорят, прекрасно помнят тот самый первый митинг десятилетней давности, когда вся страна приветствовала два новых региона. Я сейчас на пенсии, раньше работала директором Большого колледжа, и мы со студентами стояли на этом митинге, все кричали «Ура!». И настолько вот был дух людей, которые рядом стояли. Это просто очень сложно передать словами. До слез, до мурашек. Вот до сих пор у меня просто вот такое волнение, когда вот я говорю об этом, потому что я помню каждое мгновение вот этого митинга, и вот такого воодушевления я не помню, чтобы когда-то было в народе. Я в прошлом офицер, участник боевых действий в Афганистане. В общем-то, для меня, в общем-то, ну, эта дата очень великая. ПОЮТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Ярким моментом концерта стало удалое выступление ансамбля «Держава». Тоже не случайно. Ведь во время референдума в Крыму несколько тысяч кубанских казаков несли службу по охране границ полуострова и избирательных участков, где крымчане приняли свое главное решение. А что касается мужского хора «Ортодокс», тоже в апреле состоится большой гастрольный тур коллектива по площадкам Ялты, Симферополя, Севастополя и Евпатории. А это значит, что контакты, в том числе творческие, с Крымом все крепче и крепче. Триумфом воронежской спортсменки Ангелины Мельниковой в Сочи завершился чемпионат России по гимнастике. Воспитанница школы Штукмана завоевала сразу пять наград, в том числе четыре высшие пробы. Сначала Мельникова вернула себе звание абсолютной чемпионки страны, победив в личном многоборье. Уже в квалификации она оторвалась от соперниц, не позволила никому себя опередить Ангелина и в финале. Даже серьезная ошибка в вольных упражнениях не лишила ее заслуженного золота. Ну а чуть позже воронежская гимнастка приняла участие во всех четырех финалах в отдельных видах многоборья и в трех победила. В опорном прыжке, в вольных упражнениях и на бревне. Отметим, что в этом виде избежали падения со снаряда только три девушки, в том числе Ангелина. И лишь на брусьях Мельникова осталась третьей, допустив небольшую ошибку при приземлении. Я не делаю вольной, в полную силу на тренировках, потому что у меня болит нога. И здесь я просто выхожу и выдаю как бы свой максимум. Но все равно это не то исполнение, которое мне бы хотелось показывать. Я могу больше. Но если бы там у меня были возможности в плане без травм. Я еще сегодня плохо спала. И когда нет сна, концентрация теряется. У нас же сложный кондиционный вид спорта. Концентрация теряется. Это очень важно. А еще свет белый, бревно само белое. Ты стоишь, думаешь, боже, можно видеть. Теперь в планах у нашей олимпийской чемпионки отдохнуть, залечить ахиллово сухожилие и начинать подготовку к играм БРИКС, которые пройдут в Казани с 11 по 24 июня. И на сегодня это вся основная информация. Оперативные новости есть на нашем интернет-канале ТВ Губерния. Будьте в курсе событий. До встречи в эфире. Субтитры создавал DimaTorzok